Жил-то был на свете в одном обычном городе, крокодил. И звали его, нет, не Гена, а Луис. 1 апреля он отметил свой 29-й день рождения. И, конечно, Луис пригласил на свой праздник много гостей. Ведь какой может быть день рождения без друзей? Сегодня я пришла сюда не одна со своими родственниками, мамой и сестрами. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть и отпраздновать, можно так сказать, день рождения Луиса. Ему исполнилось 29 лет. Луис относится к виду кубинских крокодилов. Этот уникальный вид занесен в Красную книгу и обитает исключительно на Кубе. Очень примечателен его окрас. Желтые и черные пятна покрывают почти все его тело. И вследствие этого кубинских крокодилов еще называют жемчужными. Среди крокодилов они одни из самых умных. То есть они способны к коллективным социальным взаимодействиям, что тоже очень интересно и важно. То есть Луис у нас не просто такая холодная рептилия, он у нас очень душевный. Луис у нас очень интеллигентный, спокойный, начитанный. Так как ему с раннего детства, его сюда привезли вот таким маленьким совсем, ему читали книги. И вот считается даже, что вот он здесь нарисовал узоры и здесь даже есть буквы. 29 лет назад крокодил Луис появился в Ленинске-Кузнецком. И всю свою жизнь он обитает в террариуме. За эти годы из 30-сантиметрового милого крокодильчика он превратился в 2,5-метрового 100-килограммового хищника, встреча с которым в дикой природе может оказаться роковой. Но за прочным стеклом террариума все абсолютно безопасно. Это было очень прикольно, когда мы его увидели, он такой большой. Еще когда мы узнали историю, как он тут появился, очень интересно стало. И какой же день рождения и без праздничного угощения. Каждому свое. Гостям конфеты, имениннику, любимое лакомство. Главное, чтобы все были сыты и довольны. Сын очень ждал кормежки, когда будут его кормить. И, соответственно, самим тоже было интересно. Мы никогда не попадали на этот момент. Известно, что кубинские крокодилы – долгожители и могут дожить до 100 лет. Поэтому 29 лет – это всего лишь начало жизненного пути. По словам работников террариума, Луис находится в самом рассвете сил и в отличной форме. Поздравляем Луиса с днём рождения. Надеюсь, он проживет еще, как говорится, много лет и будет радовать всех нас. С днём рождения, Луис! Елена Беляева, Василий Обухов, Риоленинск.